Ставка на экологичность вслед за электробусами от Белка Мунмаша, дружелюбные к природе машины, начал выпускать Минский автозавод. Заказ города на этот год 70 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Такой транспорт может ездить без привязки к контактной сети более 20 километров. Сегодня новинка МАЗ вышла на тест-драйв по маршруту с пассажирами. К слову, для них здесь немало бонусов, среди которых, например, климат-контроль, телегид, а также ноу-хау для общественного транспорта столицы. Это так называемая теплая кнопка. Возможность пассажиру самому выйти или зайти в салон троллейбуса через определенную дверь, не задействуя их все сразу. Это возможно сделать только на остановке. Мой коллега Алексей Кондратенко очень внимательно изучил все детали новой машины. В потоке городского транспорта не сразу поймешь трюк одного из троллейбусов. Полминуты и машина освобождается от привязки к контактной сети. Водитель при этом не покидает кабины. И с обычной на первый взгляд машина превратилась в троллейбус с увеличенным автономным ходом. Заряд в блоках литиевых батарей накопился, пока токоприемники были задействованы. Если ДТП какое, стоять же уже не будем, будем ехать. Но вот на автономном ходу мы проехали, 20 километров у нас хватило. То есть это мы уже с пассажирами ехали, с остановками, со всем. Визуально новинка Минского автозавода похожа на своих собратьев другого производителя Белкомунмаша. Для пассажиров отличия в салоне. Это, к примеру, климат-контроль, датчики освещенности салона. Одно из ноу-хау троллейбуса – кнопка адресного открытия дверей. Зимой ее еще называют теплая кнопка. Пассажиры могут самостоятельно решать, через какую дверь входить или выходить на остановки. Другие двери при этом остаются закрытыми. Конечно, такой бесконтактный троллейбус более маневренный. Это актуально на самых загруженных столичных маршрутах. Впрочем, экологически чистый транспорт будет востребован и в новых микрорайонах, где не придется строить контактную сеть. Строительство и содержание контактной сети – действительно дорогое удовольствие. Грубо говоря, он едет по существующему маршруту, действующему маршруту, и дальше на автономном ходу продолжает движение по тем участкам дороги, где контактной сети нет. После возвращается на контактную сеть и продолжает движение опять по существующему, ныне существующему маршруту. Такие машины сегодня собирают на Минском автомобильном заводе. Заказ для четырех столичных троллейбусных парков на этот год 70 единиц техники. Для МАЗа электротранспорт, пусть и небольшая, но перспективная ниша с учетом общемировых трендов. Все нацелены на то, чтобы повысить экологичность. У нас плюс, как вы знаете, в ближайшее время запустится атомная электростанция. Поэтому и Минский автомобильный завод принял ряд шагов для того, чтобы расширить свою линейку продукции. В том числе и включить в нее продукцию с электроприводом. Впрочем, столица не первый город, где стали использовать троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Часть таких машин для Гродно поставил Белкомунмаш. В местном троллейбусном управлении разработали специальные улавливатели на проводах. В итоге подключение к линии теперь занимает меньше минуты. Экономичность же новых машин по сравнению с обычными на 30% выше. В планах расширить парк бесконтактных троллейбусов. Уже разработаны новые маршруты в строящиеся микрорайоны Гродно. Преимущество этих троллейбусов перед обычными троллейбусами и даже перед чистыми электробусами состоит в том, что при движении под контактной сети одновременно заряжается аккумуляторная батарея. В то же время не нужно где-то стоять на конечной и в это время можно перевозить пассажира. В планах МАЗа сотрудничество и с другими городами Белоруссии Белкомунмаш, в свою очередь, расширяет экспортные горизонты. В электробусах завода заинтересованы города Грузии и России, а в Каталонии и Англии их будут выпускать на совместных предприятиях. Алексей Кондратенко, Юрий Корнелович и Александр Горбачев. Агентство теленовостей.